Друзья, мы на стримфесте и сейчас пообщаемся с довольно известной личностью на Гудгейме, вы будете очень рады, я уверена, услышать это интервью. Представься, пожалуйста, я тебя сама представлять не буду, потому что боюсь что-нибудь напутать. Представься, расскажи, кто ты на Гудгейме, почему ты популярна? Привет, ребята, я Тея, она же Александра Маринина. Я на Гудгейме, если брать со всем истоки, появилась случайно, но на данный момент я являюсь там стримером, стримы мои непостоянные, непредсказуемые, но вроде бы кто-то смотрит и хорошо. А как это ты случайно появилась, расскажешь эту историю? Ты, наверное, на стриме рассказывала, но я пропустила. Меня пригласил друг в те времена, когда Warcraft еще был жив, говорит, вот заходи, смотри, тут Мишка стримит, он же Майкер. Ну, конечно же, было интересно, и вот так вот узнала про Гудгейм. А ты в конкурсе участвовала, как раз это были твои первые дни в Warcraft? Было дело, когда на Гудгейме проводился конкурс от Plantronics, нужно было записать вот, и вот попробовала вот свои силы, и вышло неплохо. Было здорово, здорово, что ты после этого стала стримером. Расскажи, пожалуйста, легко было вообще переквалифицироваться из зрителя в стримеры. Опа, да даже не знаю, но опять-таки как-то само собой получилось. Начиналось все с Warcraft, и меня сначала знакомые пригласили, вот, давай с нами соток покомментишь. Ну, а потом уже сама начала играть, потом после Warcraft начала что-то другое играть, ну, и там уже по накатанной. То есть было довольно легко, да, получается? Волновалась очень сильно, свой первый эфир, ой, как это было страшно. На первом эфире стримила? На своем первом сольном эфире это был Warcraft. Мне договорился тогда Пух помочь, вот, но он в итоге мне сказал, вот, значит, вот, на вот тебе стрим, стрим, я позже приду, и час я, и час я сидела вот с такими вот глазами, не знала, что делать, а там люди в чате уже пришли, ну, справилась. А ты когда, ну, вот, думаешь о том, что вот на следующей неделе я буду стримить, ты планируешь, что ты будешь стримить, или вот захотелось мне постримить и поиграть? Я сел, постримил, поиграл? Ну, вот в этом плане я не такой организованный стример. Да, есть игры, в которые я хочу поиграть, если выходит какая-то новинка, я буду стримить ее в ближайшее время, а когда вот такое вот игровое затишье, то тут, как карта ляжет, к чему душа потянет. А ты еще очень часто стримишь в компании, там, БСП, Миша и Баневур, тебе легче стримить одной или с ребятами? Ой, с ребятами, конечно же, легче, можно и отвлечься, как бы, когда ты одна, то все равно очень много ответственности, нужно и чатик читать, и за игрой следить, и при этом, чтобы все было мило, добро, позитивно, а с мальчишками как-то и проще, и уютно, они же мальчишки, с ними всегда легче. Что тебе тяжелее стримить? Например, сделать 8-часовой стрим, или же тебе будет сложнее сделать стрим по игре, которая тебе не нравится? Наверное, игра, которая не нравится. Я вот не могу себя пересилить и вот постримить вот что-то, что вот сейчас популярно, но я не могу это, вот, ну никак, у меня тело противится, этого нет, не надо. Вот. А ты сегодня на стримфест приехала, ну, издалека, да, было сложно добираться, это твое первое мероприятие такого масштаба, или ты где-то еще успела побывать? Это мое первое такое огромное мероприятие, и на самом деле очень здорово чувствовать себя частью этого. Поначалу тоже волновалась, переживала, думала, город еще не знаю, не доеду, ну, короче, мысли всякие разные были, но вот когда все опять-таки началось, уже легче, как-то вот, как по маслу. Ну, а тебе кто-нибудь помог, когда ты приехала, встретилась, договаривалась с тем же пухом, там, и так далее, у кого ты остановилась, показали ли тебе город? Ну, город показывать времени не было, я, собственно, приехала сегодня с поезда, вот, меня встретили, я быстро себя в порядок привела и сюда приехала, вот, ну, хорошо, помогли, спасибо. Ну, и потом ты сможешь еще успеть остаться здесь, погулять, или тебе прям сразу-сразу уезжать? Ну, опять-таки, как бы, долго гостить, вроде как, неприлично, поэтому завтра у меня уже поезд домой в 2 часа. Задам тебе вопрос, заранее извиняюсь за него, который интересует многих гудгеймеров. Ты замужем? Нет, нет. Ну, то есть ты свободна, и многие гудгеймеры... Ну, я же, как бы, в угоды тем, кто это будет смотреть. Ну, нет, я не замужем, да, вот. То есть можно претендовать на твою руку и сердце, там, и так далее? Иди! Ну, я себя сейчас чувствую неловко, зачем ты это делаешь? Ладно, следующий вопрос, следующий вопрос. Что тебе больше всего понравилось на этом мероприятии? Удалось ли побывать, послушать других стримеров? С кем больше всего здесь хотелось увидеться и пообщаться, и удалось ли сделать это? Хотелось увидеться со всеми ребятами. Очень здорово было то, что можно было так подойти, по-своейски обнять. Вот, вроде бы, понимаешь то, что видишься с этими людьми первый раз, и со зрителями, и с участниками, но ощущение, что все друг друга знают, просто вот, эй, привет, привет, обнялись, здорово, море позитива. Ну, в целом, не могу выделить что-то особо вот выделяющееся, все здорово, все нравится, и организация, и презентации интересные, и разные сцены, везде было интересно посидеть, посмотреть, послушать. Очень круто. У нас, когда мы анонсировали мероприятие, был такой скепсис, ой, да зачем нам это надо, да мы и стримы будем, мы и на стримах этих стримеров видим. Вот, что бы ты сказала этим людям, которые скептически отнеслись и решили не приезжать? Ругаться нельзя, да? Ну, в общем, нечего надумывать, здесь действительно очень оказалось здорово. Сама тоже вот ехала и думала, а что делать буду? Ну, атмосфера совершенно необычная, потрясающая, и вот люди, которые тоже приехали, вот зрители, да, все довольны, никто ни на что не жаловался, вот ни одной, ни одной хмурой морды еще вот не увидела. Здорово, спасибо большое за интервью, и в заключении вот от тебя привет и пожелания и так далее. Ой, ребят, да не знаю, всем еще раз привет, смотрите стримы, пробуйте себя в качестве стримеров, не бойтесь экспериментировать, у вас обязательно все получится. Пока!